За сутки в Саратовской области 2303 теста на ковид дали положительный результат. Всего же с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели свыше 171 тысячи человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Выздоровела с начала эпидемии свыше 135 тысяч человек за сутки 981. В больницах Саратова с ковидом находятся 2162 человека, на амбулаторном лечении 28 тысяч. Самое большое число заболевших выявлено в Саратове 947, далее идут Энгельские и Балаковские районы по 405 и 167 случаев соответственно. В Саратовской области в 2022 году на приобретение жилья и предоставление соцвыплат детям-сиротам предусмотрено 2 млрд 251 млн рублей. Как пишет в своем телеграм-канале вице-губернатор Роман Бусаргин, дополнительный 1 млрд рублей на эти цели регион получил благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. За эти деньги, по словам вице-губернатора, планируется обеспечить 1450 граждан, из них соцвыплаты 1 тысячу человек. Бусаргин уточнил, что с начала 2022 года было получено 345 согласий на предоставление социальной выплаты и уже смогли выдать 63 именных свидетельства, дающих возможность получателям приобрести жилье в любом районе Саратовской области. В Саратове по подозрению в реализации контрафактного алкоголя задержаны 6 местных жителей. Установлено, что спиртное производилось в складском помещении на территории одной из промзон Ленинского района. Об этом сообщает Пресс-служба управления внутренних дел области. По данным ведомства, в помещении склада было обнаружено более 9 тысяч бутылок немаркированной водки и коньяка, более 100 канистр спиртосодержащей жидкости. Также изъято оборудование для кустарного производства – крышки, пустая тара и этикетки. На территории промзоны сотрудники полиции нашли еще более 4 тысяч бутылок готовой немаркированной алкогольной продукции. Спиртное было загружено в две грузовые машины. Партию готовили к реализации.